Кадровый голод на предприятиях округа и города. О нехватке специалистов разных отраслей уже не один месяц говорят в дорожном предприятии на Ренмар-Дориемстрой и окружной больнице. Вопрос кадрового обеспечения стал одним из ключевых на еженедельной планерке губернатора. Другая, не менее важная тема – формирование бюджета на 2015 год и способы сократить расходы окружной казны. О не совсем позитивном положении дел в Дориемстрое руководитель организации говорил открыто. Для последующего ремонта и содержания дорог унитарному предприятию требуются в первую очередь специалисты и рабочие. Это как минимум 10 инженеров и около полусотни водителей, механизаторов и дорожных рабочих. Не помешает и обновление основного фонда. Помещения изношены на 50%, асфальтобетонный завод почти на 80%. К тому же 90% автопарка требуют замены. Требуется закупка асфальтобетонного завода средней мощности с порядком 50-90 тонн в час. Для того, чтобы предприятие заработало, у него требуется на сегодняшний день вливание порядка 250-270 миллионов рублей. Ситуация сегодня такова, что в округ приходится привлекать не только врачей и учителей, но и рабочие специальности. Так, для ремонта дома в Нижней Пёше вызвали рабочих из Архангельска. Глава региона попросил привлекать к этому местных жителей. Их обучение можно организовать, например, на базе профтехучилища. Что касается Дориемстроя, им необходимо предоставить бизнес-план. Его рассмотрит администрация и собрание депутатов. Выдавать деньги под нужды округ не намерен. Бюджет 2015 года обещает стать дефицитным. Вчера в Нижней Пёше задание исполняет администрацию дохода бюджета. По доходам на 2015 год 15 миллиардов рублей, по расходам на 17 миллиардов рублей. Бюджет внесен в дефицит 2 миллиарда на 9,5 миллиарда рублей. Из них 2 миллиарда 100, 2 миллиарда скрыт. По этой же причине глава региона попросил органы власти не растрачивать бюджетные средства на новогодние сувениры, фуршеты и поздравления. Вместо обычных открыток использовать электронные. Это существенно сэкономит время, а главное – деньги налогоплательщиков. Давайте мы подумаем. Аппарат у нас соберет предложение о переходе на электронные открытки в органах власти. У нас получается, что у органов власти мы между собой по полдня тратим взаимные поздравления. Но если бы это мы делали за счет собственных средств, это была бы еще одна история. Но все это мы делаем за счет бюджета. На планерке глава Заполярного района доложил о полном завершении северного завоза. В Амдерме разгрузили баржу несколько суток в бухте, ожидавшей улучшения погоды. На барже доставили бензин, запас масел и смазок для электростанции и котельной.